Озвучить самые смелые идеи и предложения, которые помогут нашей стране стать лучше. Тысячи неравнодушных людей съехались в Москву на итоговый форум действий ОНФ. Россия, устремленная в будущее. Участники масштабного мероприятия намерены выявить основные проблемы в самых разных сферах, заявить о них публично, а затем направить все свои наработки руководству страны. Как прошел первый день форума, расскажут наши журналисты. Активисты и эксперты Народного фронта, представители власти, федеральные и региональные журналисты со всей страны. Всего более 4 тысяч человек в этом году работают на форуме действий ОНФ в Москве. На всех площадках сегодня будет проходить не просто выдох пара с проблемами, с предложениями, что где нужно изменить на территории, где нужно поменять законодательство. Это больше будут мозговые штурмы. Дискуссии проходят на шести тематических площадках. Каждая оборудована тач-панелями. С их помощью на больших экранах Народный фронт демонстрирует свой контент. То, чего удалось добиться за всю историю движения. Сегодня же на повестке дня вопросы будущего. Это экология, экономика, медицина, образование и много других актуальных для страны тем. В этот раз у нас очень много представителей активной молодежи. И для них у нас организована специальная площадка «Молодежка ОНФ». Другие площадки носят названия по охвату современных тенденций и прорывных таких амбициозных идей, которые в обозримом будущем должны стать прорывными в экономике, в социальной сфере, в развитии территорий. Отдельная гордость организаторов форума – выставка, где представлены различные отечественные проекты. К примеру, этот двухместный электромобиль российского производства очень компактный. Он может разогнаться до 80 км в час и легко трансформируется. Достаточно просто нажать кнопку. Участник выставки Евгений Смагин называет его гордостью Саранска и экологическим будущим нашей страны. «Заряжается от электричества, ездит не на бензине, среду окружающую не загрязнает. Заряжается он от простой сети 220 вольт, как обычный телефон, точно так же. Заряжается 4 часа, до полной зарядки и может пробежать 100 км». А этот проект разрабатывают в том числе и для Крыма. Технологии почти готовы в планах внедрения образцов. С помощью специальных фильтров вода проходит несколько стадий очистки. Вот, к примеру, первая из них. «Мы здесь с вами видим вода, которая содержит различные примеси, в том числе и примеси железа. И мы можем, включаем насос, и течет чистая вода из этого контейнера сюда, и она вполне на самом деле пригодна для питья. Таким образом вы можете из очень грязной воды, условно из лужи, делать чистую воду». Следующий этап – это уже очистка морской воды, которая легко превращается в пресную. «Это уже ультрафильтрация, которая позволяет удалить все необходимые ненужные ионы и получить уже пресную воду». Этот форум по своему масштабу беспрецедентный, говорят его организаторы. И главная цель – всех, кто сегодня здесь – обсудить пути развития России. Важно, что в этот раз повестку формируют простые люди, которые рассказывают о ситуации на своих территориях. «Мы сегодня не просто готовим доклады нашему лидеру, мы на самом деле предлагаем реальные шаги на несколько лет вперед. И надеемся, что вот эти два дня, они действительно сделают нас той мощной силой, которая, вернувшись в регионы, через несколько лет изменит ситуацию в лучшую сторону». Уже завтра участники форума озвучат предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта. Их передадут в правительство России и, конечно, лидеру движения – президенту Владимиру Путину. Елена Бережная, Артём Артёменко, Иван Ковалёв. Новости 24, Москва.